Здравствуйте, Александр! Я рад приветствовать вас на очередном разборе урока «Соботник Школы». Сегодня мы будем разбирать шестой урок. И такая у нас интересная тема на сегодня, которая озаглавлена «Собирайте себе сокровища на небе». И я бы хотел вначале прочитать вам этот стих, который у нас сегодня записан в Евангелии от Марка, 8 глава, 36-37 стихи. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Сегодня мы будем с вами разбирать интересную тему и попробуем дать определение, что же все-таки такое небесное сокровище. Ну и сразу же, конечно, возникает вопрос, а что же тогда земное сокровище? Вот вы могли бы ответить на этот вопрос? Ну, фактически, если мы говорим о небесных сокровищах, вот мы уже эти темы немножко затрагивали. Евангелие от Матфея, об этом сказано 6 глава. И фактически вот эта идея небесного сокровища, которое поднимает Иисус, она выглядит вот таким образом, если прочитать Матфея 6, 19 по 21. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. О, тут есть несколько моментов. Первый момент, 19 текст и 20, Иисус показывает, где надежное место, где можно сохранить накопленное богатство. Вообще, у Иисуса очень специфические есть подходы к мерам богатства. Но на самом деле, в общем-то, тут как бы очень интересно, да. Самый большой парадокс – это то, что на протяжении большей части истории человечества мера богатства человека определялась наличием у него блестящего металла или блестящих камешков. В реальности нашему организму золото не нужно. Но из золота ни кашу не сваришь, ни одежду не сошьешь. Его реальное, реальное, практическое применение золота появилось исключительно только, когда появилось, как космос стали летать и микроэлектроника. Ну, кстати говоря, именно тогда… Иметь в виду реальное применение. Ну да, для чего? Вот реально, да, у тебя, ну, грубо говоря, лежит у тебя мешок золото с золотыми монетами. Что ты с ними можешь делать? Но что удивительно, ты их можешь сменять на продукты, ты их сможешь сменять на что-то нужное. И тот, кому ты это принесешь, удивительно, но с большим удовольствием на это сменяет. Видит в этом ценность. Да, да, да. Ну, это существовало, я бы так сказал, тысячи, наверное, три с копейками лет. Всю эту систему закончили Соединенные Штаты Америки. Сегодня есть определенные такие экономисты, некоторые, я бы даже их и не назвал экономистами, но это более такие вот популисты такие, ну, в смысле не социалисты-популисты, а республиканцы-популисты, которые говорят, вот вы видите, какая Америка там 31 триллион долларов всем должна. Почему? Нету золотого стандарта, но уже к золотому стандарту вернуться будет невозможно. В золото можно инвестировать, это один из инструментов, но цены падают. Но если с земными сокровищами более-менее, нам понятно, небесные сокровища, в чем они измеряются? Ну, прежде всего, небесное сокровище, что у нас очень хорошо написано, Евангелие от Иоанна, мы уже, вот, если так говорить, мы поднимали эту тему, но вкратце, Евангелие от Иоанна, 14 глава, вот, второй текст. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место. То есть, есть небесная недвижимость, а есть еще тип небесных сокровищ. Это вообще интересный тип сокровищ. Вот, он описан в Евангелии от Матфея, 25 глава, это притча о талантах, вот, если взять, посмотреть с 13 по 29 текст. Довольно-таки долгий, но тут интересно все прочитать и посмотреть. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которые придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который отправился в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит. «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел тогда и получивший два таланта и сказал «Господин, два таланта ты дал мне, и вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, пойди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал». И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро твое торгующим, и, приедя, я получил бы свое с прибылью». «Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Вот если мы понимаем, что «Господин» — это символ кого? Господа. Да, потому что у нас есть два здесь текста. Мы прочитали с 13 по 29, это притча, а ее объяснение находится с 31 по 43 текст, и там начинается со словами, что «Сын Человеческий придет во славе своей, и он начнет судить все народы». То есть это «Сын Человеческий». То есть вот пришел, то есть есть и Господь, так теперь давай посмотрим, что такое талант, и что такое талант по первоначальному определению. Мера веса. Правильно. Сколько, не помнишь? Я могу ошибиться, но мне кажется, 16 килограммов. Не, 40. 40, ага. То есть тут можно по-разному, но 80 паунтов, если золотой талант. Вот тут, правда, написано слово «серебро», и можно спорить, да, он им серебряные таланты или золотые. Ну, если это 5 золотых талантов, то это получается 200 килограммов золота. Неплохо. Это около 30 миллионов в долларах. Вот. Ну, если серебро, ну, будет 5 миллионов. Вот. В любом случае, что нужно было этим талантом делать? Замутить бизнес, как говорят на современном языке. Правильно. Отдать торгующим. Пойти на биржу. Да. Да-да-да. И получить с прибылью. Ну, вот, то есть, вот как выглядит небесное сокровище. Вопрос, что такое небесный талант золота? И как его пустить в оборот? Как с него прибыль получить? Ну, если мы понимаем, и это здесь очень важный момент увидеть, что вот эта притча о талантах, это притча, которая имеет истолкование, то есть, это не с 13 по 29 текст, а это аж по 43 текст. Потому что, когда говорится в 30-м, кто имеет уши, слышит, да слышит, это всегда, окей, я сейчас вам объясню, да? То там сын человеческий приходит, точно так же, вот, хозяин пришел, да? Он ставит, начинает спрашивать ответа. И тем, кто принес таланты, да, он говорит, войди в радость господина своего. А здесь то же самое он говорит, 34 текст. Тогда скажет царь тем, который по правую сторону его. Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Да. И дальше за что? Вот читаем. С 35 по, получается, 40 текст. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе. Но царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев меньших, то сделали мне. То есть это та прибыль, которую вы сделали мне, я правильно понимаю? Это тот первый и второй раб, который с прибылью принесли. То есть они пустили эти таланты, да, в каком бы виде они ни были, да, небесный талант, он должен пускаться на добродетель, на добродетель. Тогда он возвращается с прибылью. Интересное объяснение. Я не думал об этом. Вот это сокровище на небесах. Почему? Вот у нас еще один есть пример. Матфея 19 глава. Вот тут богатый юноша, который спрашивает, а как там мне иметь жизнь вечную? Иисус ему говорит, ну, есть же заповеди. Он говорит, юноша, все, я это сохранил, но мне чего-то не достает. Иисус что ему говорит? Ах, если тебе чего-то не достает. 21 текст. Вот что рекомендует Иисус. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной. Ну, здесь прямо вообще говорится. Ну, да. Тут алкогол накормили, жаждал, тут то же самое. Типа, раздай имение нищим. Вот тебе сокровища на небесах. Интересно. Хорошо. Ну, вот такой вопрос. Нам всегда, конечно, интересно рассматривать вот эти вот библейские концепции на примере библейских героев. Ну, вот если посмотреть на такого библейского героя, как Ной, написано, что он обрел благоволение в очах Господних. А в чем его заработанное сокровище? То, что он пошел за Господом, послушал зов Господа. В чем его сокровище? Только в том, что он спасся, имеется в виду его физическое спасение в результате потопа, или он еще какое-то спасение, еще какое-то богатство заработал. Ведь же до потопа был верен, но когда мы читаем о его жизни после потопа, там, конечно, мало описано. Но там есть и неприятные вещи, если честно. Ну, там всего одна неприятная вещь с выпитым вином, но недостатка в чем-то он не ощущал. У него все было. «Ищите прежде Царство Божье и правды Его». Там в конце что написано, помнишь? И все остальное. Приложится он. Там Матфея 6 глава, последний из тех. Как раз после большого пассажа, который Иисус говорит на горной проповеди, который как раз начинается с сокровища на небесах. То есть вот эта идея сокровища на небесах, дальше развивается тема, она переходит от сокровища, как поймете, надо не быть жадным. То есть он идет против жадности. То есть это вся речь против жадности. Не бойтесь, что с вами что-то произойдет, если там вы пожертвуете, и что-то будет. Нет, нет, все приложится. Все приложится. То есть верность Богу, она возвращается тем, что человек все хватает. А если посмотреть на Авраама, тоже очень такой известный библейский герой, наверное, самый известный. И мы видим, что он последовал за Господом. Мы видим, что Бог его очень сильно благословил. Ну, то у кого было сокровище на земле, так у Авраама величненько. Это не значит, что он никому не помогал. Я уверен, что у него и на небесах накопилось сокровище. Так вот, в связи с этим вопрос. Когда человек следует за Господом, делает добрые дела, которых мы читали в Матфея, там целый список мы прочитали, могу ли я сделать вывод, что небесные сокровища переплетаются с земными сокровищами? То есть всегда ли так, что я, зарабатывая небесные сокровища, получаю благословение, и мои земные сокровища тоже, так сказать, не страдают? Вот вообще, ты задал вопрос про Ноя. Здесь как бы я усмотрел в твоем вопросе одну особенность. Я так ее адресую. Не надо считать, что небесное сокровище равно спасению. Небесное сокровище – это один из аспектов. Есть другие вещи жизни на новой земле, на новой небе. Небесное сокровище – это такой интересный термин, именно касающийся того, что если ты… Оно именно касается финансов, именно касается добродетелей, именно касается жертвенности. Поэтому у кого есть чем жертвовать, идея вообще говорить о небесном сокровище – это чтобы не было, это вот, чтобы человек не скряжничал. Да, то есть, ну, я в Америке, есть культуре американской, вот определенным образом люди, очень такие тип такой людей, которые вот за пеней он будет следить. Не потому, что ему жалко это пение, а потому, что у него менталитет такой, что если я пеней не буду следить, куда пеней пошел, то я вообще опущусь и буду, и превращусь в транжиру. Ну, это как бы уже сильно в культуре забрано, это такая вот южная культура в южных штатах, богатые люди характерны вот таким подходом. Почему? Потому что они это учат в своих книжках. Вот следи за каждым пеней, и ты станешь богатым. Вот такой подход. Ну, скажу так, многие из этих людей, мне эта тема не очень, вот эти идеи, они как бы лично мне не особо ложатся, потому что это определенным образом отражается на характере, человек превращается в такого жуткого микроменеджера. Мне не нравится это, вот он все будет о каждом пене думать. В моей голове это не вмещается. Но концептуально, вот я более концептуальный человек, чем микроменеджер, вот концептуально все-таки, вот принцип того, что ты поможешь нуждающемуся, вот через помогание нуждающемуся, через помощь нуждающемуся, правильно сказать, то будет сокровище. Вот это небесное сокровище. То есть каждый нуждающийся, которому оказана помощь, это есть инвестиция в небесное сокровище. Ну вот на примере Авраама, как вот мы сейчас обсуждали, является ли это нормальным оставаться богатым, зарабатывать богатство здесь на земле, но при всем при этом, чтобы это как-то совмещалось с христианством, с христианскими ценностями? Потому что бытует такое мнение, что если человек христианин истинный, то оно как-то не соответствует тому, если он накапливает богатство и становится богатым здесь. Есть два, две крайности в христианстве. Первая крайность – это вот теория Евангелия процветания. Вот был такой христианский проповедник, Кеннет Хейген, я слушал его выступление в 90-е годы, он прямо говорит, христианин должен быть богатым. И что интересно, есть церкви, которые заточены под эту теологию, и туда приходят очень много богатых и успешных людей. Мне эта концепция не очень понятна, я в этом мире не вращаюсь и подобными категориями не мыслю. Я объясню почему. Вот эти люди не бедные, приходящие в такие церкви, ну, они настолько не бедны, что, в принципе, пастор в тех церквах, он летает на частном самолете. Настолько, что даже однажды я видел по СНН сюжет, который там одна церковь в Техасе конкретно собиралась, там сидело тысяч пять народу, такое типа здание, типа стадион, и объявили с кафедры. У нашему пастору нужно обновить его частный реактивный самолет для проповеди Евангелия, потому что вот он уже на старом летать не может, поэтому нужно 15 миллионов. Интересно. И, оказывается, таки собрали. Вопрос, что двигало людьми? Миссионерская работа? Нет. Вот в этом-то и празднице. Что двигало людьми собирать эти деньги? Эти люди, оказывается, вот эта суть Евангелия процветания, оказывается, вот эти проповедники, они как-то так интересно на определенной такой волне проповедуют, и когда спрашиваешь у таких людей, вот ты богатый, ты приходишь в эту церковь, почему ты приходишь в эту церковь? А он говорит, а потому что этот пастор говорит такие вещи, которые я слушаю, оно в меня впитывается, и после этого я получаю такой мотивационный заряд, что я еще больше денег зарабатываю. То есть получается вот такое вот, как бы приходим ради того, чтобы обогатиться. Я не могу сказать, что такие церкви не помогут там бедно, они могут еще очень много помочь. Потому что я помню, ураган Катрина был, конечно, страшное бедствие, и показывали в СНН, нет, даже в СНН, а Фокс-то вообще, массу больших церквей, которые вкладывали, ну, очень большие деньги в помощь пострадавшим от Катрины. Ну, это вот такой, как бы подход, вот такая теология. Противоположное ей, это так называемое социальное Евангелие. Социальное Евангелие, оно звучит так. Христос пришел, чтобы помочь бедным, несчастным, обездоленным. И, в основном, если церкви, в которых, типа, христианин, если не богатый, а бедный, то значит, Бог не благословляет. Это Евангелие процветания. Вот. Таких церквей очень много. Это, в основном, белые американцы. И они на юге. Вот. Техас там. В Техасе особенно много таких церквей. Вот. Многие из членов этих церквей очень богатые политики. Становятся даже губернаторами. Вот, например, какое-то долгое время губернатором штата Техаса был Рик Перри. Он даже был и кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки какое-то время. Вот. Такое, ну, как раз, с ним вот это движение, вот это вот христианизируем Америку, и так далее. Это все вот это Евангелие процветания. То есть, они влиятельные, богатые, успешные. Вот они верят в проповедника. Вот это мега церкви. А социальное Евангелие – это наоборот. Это, в основном, север Америки, Чикаго, Нью-Йорк. Церкви, в основном, туда ходят чернокожие. И типа там разговор такой. Иисус за справедливость. С нами поступали несправедливо. Мы обездоленные, несправедливо обиженные. Нам все все должны. Вот. Ну, и как бы вот такие две крайности, они уходят. Вот. И по-разному воспринимаются. То есть, там, где речь церкви проповедуется, Евангелие процветания, там, если ты бедный, значит, тебя Бог не благословляет. А в церквах, где речь, это социальное Евангелие, там, если ты богатый, значит, ты грешник. Вот. Ну, правда, посередине. Мы имеем пример. Ну, вот вы как считаете? Ну. Давайте не будем говорить о супербогатых. Ну, вот такое умеренное богатство плюс христианство. Вот этот симбиоз, он нормальный? Мне кажется, нормальный. То есть, каждый человек, ну, есть люди, каждому Бог по-своему уделяет. То есть, я скажу так. Есть много историй, которые и я лично видел, ситуации жизненные. Вот человек, он живет бедно. Вот он живет бедно. И вдруг на него сваливается много денег. Лотерею выиграл. И такое бывает. Или наследство получил. Не умеет пользоваться. Проходит. Я знал одного человека, который получил наследство от мамы. Ну, не такие супербольшие деньги. Но пару сотен тысяч долларов. Так вот, ему захотелось стать богаче. Он наслушался каких-то радиопередач там о том, что есть такая программа, как стать богатым, такая программа, такая. Ну, и, в общем, вместо того, чтобы по-нормальному либо приобрести какой-нибудь домик и сдавать его в аренду на эти деньги, либо вложить его, допустим, в какой-то паевый пенсионный фонд. Он давай совершать эти, как это, day trading, как это сказать. Торговля на бирже, дневная. Дневная торговля на бирже. И его научили какому-то алгоритму чудесному. Вот. И все деньги спустил на дневную торговлю биржи. Все. Это вообще. И мне аж плакать хотелось. Я знал этого человека. И я знал, что он педал. Интересно. Ну, хорошо. Давайте тогда с другой стороны подойдем. Есть такой интересный библейский герой Лот, который принял решение, ну, как мы понимаем, с нашей человеческой точки зрения, принял решение в пользу земного богатства, земного сокровища. И переехал жить в Содом. На тот момент это большой торговый центр. Вот. Переезжает он туда, но мы знаем, чем заканчивается его жизнь. И такой вопрос. Неужели выбор в пользу земного богатства всегда заканчивается плохо? Ну, Лот не шел в пользу земного богатства. Лот немножечко поступил поиначе. Выбор был простой. Богатый город или пустая долина? Тут, как бы, вот, если посмотрим, в чем суть была в контексте, вот, это Авраам как раз приходит из Египта. Бытие, 13 глава, 7 по 13 текст. И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лота. И Ханане и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Орданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Орданскую и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. О, вот до 11-го хорошо, что ты прочитал. Тут суть. Почему пастухи поссорились? Там ситуация была такая, ну, что нужно, из-за чего, как ты думаешь? Ну, скорее всего, пастбище, вода, это, наверное, самое необходимое. Ну, то есть, где-то источник воды, где-то колодец. Так, ты подходишь со своим стадом, у тебя там сто голов, а потом пастух Лота подходит, у него сто голов. Вот, пока эти сто овец не попьют, стоишь, ждешь. Начинается конфликт. То есть, написано непоместительность земля для нас, да? То есть, сложно там. Лот, ну, выбирай, пойдем туда, то есть, вместе не будем пасти скот на этой территории. А это был пустыня Ниге в район Баршевы. Вот, Лот что видит? Лот видит реку Иордан, которая еще Мертвого моря не было. Цена фактически, вот, то, что сегодня в Израиле знают, как долина Арава, это бывшее русло реки Иордан, как пишет нам священное описание. То есть, река Иордан выходила из Галилейского моря, впадала в Красное море. Естественно, он решил жить у реки. Вот, ну, там, естественно, оказалось город Содом. То есть, Лот не выбрал поганую. Не, но он знал, что там находится город Содом. Он не случайно выбрал это направление. Это более перспективное место, это очевидно. Ему нужна была река. Абраму тоже. Да, Абраму тоже, но Абраму ступил, а Лот решил воспользоваться. Вот, то есть, да, то есть, вот таким образом, несмотря на то, что там в конце написано, вот, написано очень прямо в 13-м тексте, вот, 12-й и 13-й текст. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны перед Господом. То есть, ну, понятно, что Лот знал, что там... Другими словами, переехал в город. Да, он реш... Ну, он как бы переехал ближе к городу, зная, что в этом городе есть серьезные проблемы, но он решил это сделать, потому что там река была и там хорошо скоту пить. Вот, в связи с этим вопрос у меня такой. Может быть, не стоит заигрывать с какими-то там такими большими планами по строительству большого бизнеса, большими деньгами? Может быть, все-таки стоит жить скромнее и не рисковать так сильно? Авраам построил большой бизнес. То есть, как бы... То есть, вы хотите сказать, даже избирая такой путь, Бог все равно благословляет и все равно, если Бог благословит, то даже в плохих условиях может получиться большой бизнес. Тем, кому Бог наделил способностью сделать большой бизнес, сделают большой бизнес. Интересно. А те, которые будут смотреть на таких, потому что я таких видел, я видел и таких, и таких. Вот, нас недавно общались здесь же с одним моим другом, я даже сам не знал. Вот здесь в Ванкувере было два магазина ЧАКС. Вот, а оказывается, ну, причем эти, их владельцы были адвентисты. Они его продали. А я не знал, оказывается, что эти, это семья, которая владела этими гастрономами, для них эти два гастронома, это было просто хобби. а на самом деле, их отец, он был инноватор. Он, оказывается, изобрел концепцию, ну, это не дом престарелых, не знаю, как это по-русски сказать, senior living, то есть, он изобрел концепцию жилья для пенсионеров, такое. И я такие, я бывал, то есть, допустим, я знаю многих моих даже вот знакомых, которые выходили на пенсию, они туда переезжают. Вот, у меня один служитель был президентом по конференции в Нью-Джерси, мы с ним общались, когда я в Нью-Йорке был в пятом году. Тут я его обнаружил, меня раз, набрал меня, приходи к нам, скажи там историю, все такое, проповедь, скажи, это я пошел, смотрю, а там действительно такие престарелые уже служители церкви, все, и там как бы вот территория, у них там свои какие-то домики, к ним там приходят, помогают, то есть, как бы это такая концепция, когда человек престарелый, но ему помогают, то есть, там как бы есть определенные условия, определенная схема работы, то есть, и люди очень, которые вот уходят там на пенсию, уже возраст, но еще не в таком состоянии, что им надо жить там под присмотром сиделки в доме престарелых, да, есть и такое, но они еще не в таком этапе жизни, а вот, но он уже не может самостоятельно в квартире, в доме, там, все такое, вот это концепция, и эта концепция, оказывается, была разработана, вот модель, вот все, он получил за это дело, основатель этой концепции, отец владельца этих гастрономов, получил за это, там, кучу премий, медалей, признаний, за такую вот идею, вот, ну и несколько миллиардов долларов, оказывается, то есть, вот человек имел большой бизнес и ничего, то есть, как бы, Бог его благословил, вот, я знаю других людей, им Бог не дал этот талант, они в себе не разобрались, но ими движет что-то, я знаю, вот, я хочу большой бизнес, вот, так, так не начинают, так не начинают, если я вижу молодого человека, который не находит себе места, где ему учиться, где ему найти профессию, а он ходит и всем рассказывает, что он хочет большой бизнес, это человек, который не имеет перспектив и не сделает ни большого, ни маленького бизнеса. Интересно. Я бы хотел дальше пойти, есть другой библейский герой, наверное, самый такой идеальный Моисей. Да. И вот история Моисея, он был на вершине, он был на вершине вообще всего, что можно было только пожелать в то время, но он почему-то выбирает другой путь, он выбирает путь служения Богу, служения своему народу и, соответственно, служения Богу. А как здесь пример Моисея? То есть, получается, он обрел небесное сокровище, сделав такой выбор? Ну, на примере Моисея мы не можем сказать, да, у нас есть пример, вот я приверл человек, которого Бог благословил, да, это пример Авраама, то есть, есть разные примеры в Библии. В некоторых случаях Бог Авраама благословил богатством, и, как мы уже говорили, 24 глава книги Бытие, когда он посылает Элезра засватать Ревеку, так он, наоборот, еще и показывает, что он богат. То есть, зачем он это делает? Он это делает для того, чтобы показать своим родственникам, детям его брата Нахора, который с ним не пошел. Это же из Урахалдейского Фара-Терах, отец Авраама, выводит их, чтобы идти в землю Хананскую, написано Бытие 11 глава. Он доходит до Харана, там они делают мастерскую по изготовлению идолов. Об этом пишет еврейская традиция, и это подтверждается текстами Торы, потому что Ревека украла идолов. А украла она идолов почему? Потому что эти фигуриночки, на них обычно пишется. Эти идолы, они хорошо идут на продажу. То есть Терах Фара имел бизнес. Насколько он большой, мы не знаем, но он имел. То есть они делали башков. На этих башках, то есть у них были какие-то либо гончары, либо из чего они их изготовляли, в общем, художники какие-то. А потом были песцы, на глине, потому что эти глиняные башки были. Эти песцы, допустим, приходит хозяин, у него там какой-то дом, значит, он заказывает, сделай мне фигурочку там кого-нибудь Ашура. Тот ему делает фигурочку Ашура и напиши, диктует переписчику следующее. Вот владелец всего ему принадлежит вот эта территория, потому что Ашур ее охраняет. То есть вот эти так называемые охранные башки, которые также служили юридическим подтверждением права на собственность, потому что там было написано все, что оно было там передано. Естественно, Ребекка это все дело утянула, претендуя на то, чтобы Яков мог отсудить свою часть, которую Бафуил не дал Якову, незаслуженно не дал. Она была очень, говорю Ребекка, Рахиль, она была очень этим рассержена всегда. Ну, то есть как бы вот я говорю, чем занималась семья Авраама. Авраам один пошел. Авраам отказывается от богатства отца, от стабильности, но что он получает? Он получает свое богатство. Получив свое богатство, он посылает Элезера, приносит там кучу золота, доказывает, вы видите, Бог меня благословил. То есть, как бы богатство, оно идет в контексте. То есть, если, например, взять этого основателя, вот этого бизнеса, домов для престарелых, что он миллиарды на этом заработал и сделал такое добро людям, и разработал модель, куда всякий выходящий на пенсию хочет туда в такое жилье попасть и жить. Вот. Это одно. Но бывает, например, человек сделал, зарабатывал всю жизнь, да, предположим, у него там водочно-ликерный комбинат. И он живет хорошо и припевающий. И вот он познает Иисуса. Ну, естественно, когда он познал Иисуса, он понимает, что его бизнес не соответствует там, или какой-нибудь оружейный завод или что-то еще, он понимает, или чего возьми, там, какое-нибудь казино или стрип-клуб. Да, все эти заведения, они делают человека очень богатым. Человек познает Иисуса, он понимает, что это грех, что он делает, он отказывается от этого богатства. Естественно. А как он может дальше жить, зарабатывая на, извините, стрип-клубе или на производстве водки? Вот. У меня часто такое бывало, особенно, вот, я работаю с разными людьми, работая, вот, у меня был один хороший знакомый, у них был магазин продуктовый, но дела не шли хорошо, а тут какие-то знакомые предложили инвестироваться в ресторан. О, классно, одна проблема. ресторан зарабатывает знаешь на чем? На алкоголе. Да. И попробуй быть при этом верным богу, если ты зарабатываешь на алкоголе. Упс. то есть вот тут как бы по-разному может сложиться и разный контекст. А может быть, Александр, стоит удариться в другую крайность, уйти от всего этого? Некоторые вообще уходят полностью в аскетический образ жизни, становятся аскетами, изолируют себя от всевозможной связи с деньгами, с богатствами, чтобы не искушаться. Вот, может быть, это такой хороший как раз таки путь избежать вот этих вот земных искушений. Ну, есть и такой путь, например, вот этот богатый юноша, мы читали про сокровища на небесах, он говорит, что мне надо, чтобы жизнь вечна? Ну, заповеди выполняй. Ты их все выполнял, чего мне еще не достоинствует? С этого юноша что-то еще его не хватает, он чувствует призыв. Это, наверное, был призыв как раз идти изучать Тору. То есть, стать аскетом это вполне библейский путь. Ну, аскетом тут нисколько аскетизм, потому что есть. Библия не призывает служителей Евангелия, об этом Павел как раз в тринадцатой, в девятой главе первого послания Коринфянам Павел говорит о служителях Евангелия. Он не призывает и не говорит, давайте, чтобы они были аскетами. У Петра жена, у того семья, разные есть обстоятельства. То есть, человеку надо как-то прокормиться. Павел говорит, ну, нормально, то есть, это вполне нормально, есть жена, есть дети, есть какие-то семейные нужды, ты должен как-то иметь ответственность, да, чтобы эти семейные нужды как-то восполнялись. Почему? Потому что, ну, здесь, я бы так сказал, есть две, в двух таких направлениях. Если ты говоришь слово аскет, аскеза, это характерно для католичества и православия, где монашество, отшельничество, там, естественно, человек, который идет на постриг, у него никакой семьи быть не может, потому что, ну, вот, я приведу такой пример, даже современная налоговая система американская, не знаю, смотрел ли ты этот пунктик интересный, ну, вот, я как служитель, я выплачиваю налоги, в том числе из пенсионный фонд, из которого потом, если что-то в нем останется, будет государство платить мне пенсию, так, но там есть одна такая интересная такой абзацик в кодексе, говорит, ты можешь не платить, если ты служитель церкви, ты можешь не платить в пенсионный фонд, тебе пенсия платиться не будет, но для того, чтобы это сделать, ты должен написать, что ты дал обет бедности, потому что в некоторых католических орденах есть такие обеты бедности, если человек, допустим, ну, он монах, получил богословское образование, там, был священником приходским, ну, все как полагается, без всяких, как говорится, таких вот левых дел, вот, чисто, таких людей я тоже встречал, да, потом его из приходского священника сделали епископом, потом дошел до архиепископа, все, ну, состарился, ушел на пенсию, вот, такие люди обычно, да, он все на содержании церкви, да, у него семьи нет, у него там приезжает приход, там квартирка есть, там, если надо, дают, могут дать и церковную машину, все церковно, он этим пользуется, вот, на пенсию выходит, ну, там обычно есть у них такие вот монастыри, он сидет, келью ему дают, пропитание дают, что он ничего не получил, он дал обед бедности, вот, всю жизнь в такой бедности есть, то есть, минимум, то есть, тем более, как на пенсию, так то, как говорится, сутаночку одел, минимум, как говорится, у него есть, обеспечивается, он сам, но он сам себе не зарабатывает, там, ну, кстати, это исторически так было, и в православных, и в католических монастырях, ведь они же владели землями, и поэтому так вот, понятно, там, настоятель, монах, аббат, ну, то есть, настоятель, священник, аббат, это такое, а вот монахов же было много, чего они делали, на земле работали, такой колхозик, как бы, такой, у них был, на земле работали, производили продукцию, с нее же и питались, а излишки в пользу деятельности монастыря, там, еще имеют больницу какую-то, ну, то есть, как бы, вот такой вариант есть, интересно, да, есть иудаизм, в иудаизме, другая система, в ортодоксальном, да, вот, там, иди изучай Тору, ну, причем так, там наоборот, если здесь не женись, то там наоборот, женись, чтоб тебя не искушало, ага, женился, вот, если это, а то уже где-то подрабатывать, семью же кормить как-то нужно, все нас с помощью, он целыми днями сидит, в Ешиве, потом в Калеле, Тору изучай, сможет ли он стать, после этого раввином, нет, потому что количество раввинов ограничено, то есть, если ты особо талантливый, тебя заметили, да, тебе могут дать, ну, тогда ты уже большой человек, да, как и есть слово равв, а если ты просто вот всю жизнь в Ешиве учил, то очень хорошо, если ты ремесленник, и имеешь ремесло, да, ты там пошел, ну, вот, например, там, знакомых у меня в Нью-Йорке было, вот, один не одержал, такая-то, как это сказать, лавку, где занимались художественной вышивкой, то есть, ну, вот, ну, то есть, ремесленник, кто-то сапожник там, а огромное количество ребят, которые вот так, он с нуля до 36 лет учился, только занимался молитвами Тора, и все такое, у них, они живут в жуткой бедности, у них нет профессии в руках, вот, потому что, ну, конечно, хорошо быть знатоком Тора и Талмуда, но, опять же, шанс один из ста, что ты станешь раввином, а если те не дали, ну, будешь перебиваться, чем он, там есть, конечно, меламеды, ну, это репетиторы для деток, чтобы подготавливать их к бармице, ну, заработки очень маленькие, то есть, вот тут как бы вот, да, но они очень посвящены для них, Тора, все такое, но я говорю, если бы не соцподдержка богатых, вот, членов их общины, это было бы просто страшно, ну, я наблюдал, бедность, вот так говорят, богатые, да, есть богатые там хасиды, но 90% бедные, очень зависимые от общества, таки, это самая главная причина, вот, меня часто спрашивают, вот, как им проповедовать Евангелие, я скажу, как таким людям, многие будут, ответ будет хороший, отклик на проповеди Евангелия, будет хороший, только единственная проблема, мы не, надо знать как, и один из самых первых, опыт, ситуации, чтобы проповедовать, таким ортодоксальным хасидам, Евангелия, нужно создать им какую-то систему, при которой их обучить, дать им образование, при которой они могли иметь, ну, так, нормальную профессию, чтобы как-то могли хлеб на стол положить, а не брать соцпомощь от, от своей общины, потому что, если он на соцпомощи от общины, а тут прознает, что он к пастору ходит, Библию изучают, то ему будут, конечно, просто лишат соцпакета, он будет полностью не в состоянии себя ничем прокормить. Интересно. Но, все-таки, Александр, я бы хотел последний вопрос еще задать, прежде чем мы закончим. Как же все-таки нам, живущим сейчас в современном мире, найти баланс между небесным сокровищем, земным сокровищем, конечно же, всем нам при всем хочется зарабатывать небесные сокровища тоже. Всем нам, конечно, хотелось бы не потерять спасение, не потерять вечную жизнь. Но, с другой стороны, живя здесь на земле, нам нужно работать. У всех нас семьи, дети, родители, которые тоже нуждаются в нашей помощи, нам нужно работать и зарабатывать деньги. Где же тот баланс? Как нам соблюсти этот баланс, чтобы все-таки не потерять то, но и здесь не оказаться в бедности и не уйти, вот, как вы рассказывали, те примеры вообще в монашество, в аскетизм? Ну, вот здесь очень важно видеть. Между понятиями спасения и сокровища небесные это две разные вещи. То есть, когда Иисус говорит, зарабатывай себе сокровища на небесах, это он не говорит, зарабатывай системы себе спасения. Веруй в Господа Бога, Господа нашего Иисуса Христа, говорит Павел тюремному стражу, и спасешься ты, дом твой. А что такое зарабатывание сокровища на небесах? Это в контексте Матфея 6 главе, в контексте Матфея 12, это быть щедрым на помощь бедным и нуждающимся. Вот и все. Поэтому, как бы, тут одно, они разные вещи. То есть, я не могу сказать, а, я верую в Господа, я спасусь, и мне поэтому не надо быть, там, заботиться о помощи, кому нуждаются. С другой стороны, нельзя ни в коем случае сделать такое, это неправильно будет, с другой стороны, нельзя сделать такой вывод, «А, я сейчас вот тут помогу, там, 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 и за это меня Бог спасет». Нет. Сокровище на небесах, небесное сокровище, оно прежде всего связано не со спасением, а с нашим характером. Потому что мы разобрались, что Бог дает. Бог дает таланты. Бог дает определенные способности к добродетелю. Вот. Поэтому здесь небесное сокровище, это один из атрибутов нашего характера. И вот поэтому урок, который посвящен, он касается именно не сколько вопросов, спасешься ты или не спасешься, а вопросов, как совершенствуется наш характер. Интересно, мы, конечно, вышли к такому заключению нашего урока, что это вопрос не спасения, а характера. Да, я, конечно, не ожидал такого окончания, но большое вам спасибо за этот разбор. И в конце я бы хотел попросить вас помолиться вместе с нами. Всемогущий Господь, помоги нам увидеть твой план для нас, помоги нам увидеть, как ты нас воспитываешь, в том числе и в вопросах правильного накопления нашего богатства. Ибо наше богатство это наш характер. С ним мы только попадем на небеса. Все, что у нас здесь, дома, машины, биржевые накопления, золото, это все на небо не попадет. А вот с нашим характером мы хотим жить с тобой вечно и наслаждаться общением с нашим Господом и Спасителем. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok